По комфортному пути в Бобруйске продолжают обновлять транспортные артерии. Рабочие ДСУ-16 укладывают новое покрытие на Октябрьской на пересечении с Гоголя. Чтобы сделать качественный всрок, на время здесь перекрывают движение. Задействованы четыре единицы техники – асфальтоукладчики и катки. Было сделано фрезерование асфальтобетонного покрытия. Далее идёт очистка основания от пыли и грязи. Устройство, где необходимо вравнивающий слой из асфальтобетонного покрытия. Затем подрунтовка бетонной эмульсии, устройство верхнего слоя, асфальтобетонного покрытия. В этом сезоне уже заасфальтировано порядка 120 тысяч квадратных метров уличнодорожной сети. Покрытие обновлено на Шевченко, Пушкина, Гагарина, Карла Липкнихта, Третьей Луговой, Минском шоссе и в Переулках, Четвёртой Путейский и Бахарова. Параллельно ведётся и ямочный ремонт. Выполнены работы по ремонту улицы Ковзана. Практически завершены работы по улице Карла Маркса. Выполнены работы на улице Ванцетти. В настоящее время ведутся работы на улице Ченгарской. На Пролетарской и Комсомольской укладывают тротуарную плитку. За счёт средств Республиканского дорожного фонда ведутся работы по устройству пешеходных дорожек на Минской и Урицкого. Новый асфальт появится и на Береговой. Впрочем, жители уже довольны. И вот на Урицкое от Белой церкви поменяли дорожку тротуарную, положили плиткой тротуарной. Отлично, ровненько идти. Там много дорог у нас сделали, маленькие вот эти параллельные, которые идут. Советская, социалистическая. Почти все дороги сделали. Много новых положили, асфальтных покрытий. В общем-то, мне всё нравится. Основные улицы как бы сделаны, то есть хорошие дороги. В Могилёвской области на строительство дорог в 2023 предусмотрено около 180 миллионов рублей. Планируется отремонтировать 166 километров. В четвёртом квартале начнутся работы по возведению четырёхполосной магистрали от Могилёва до Черикова. Продолжается реконструкция мостов через СОЖ в Черикове и Березину в Бобруйске. В планах обновление ещё шести путепроводов.